Екатерина Дмитриевна Зубкова Я методист группы компании «Просвещение». Моя специализация – математика. И мы сегодня с вами говорим о математике в профильных классах, достаточно актуальной на сегодняшний день темы, потому что с 1 сентября 2020 года абсолютно все десятиклассники перешли на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Есть школы, образовательные организации, которые уже выпустили первых учеников, первых одиннадцатиклассников в прошлом году, которые участвовали в апробации и уже перешли на ФГО несколько лет назад. Ну а сейчас уже это абсолютно все старшеклассники, у нас десятиклассники, я имею в виду, у нас перешли на новые стандарты. Тема достаточно обширная, 40 минут абсолютно все вопросы мы, конечно, не уместим. Мы поговорим именно о таких основных моментах. Прежде всего, нормативка наша. Это федеральный закон об образовании в Российской Федерации, без него мы никуда. Это стандарты, причем мы в комплексе рассматриваем все стандарты. Здесь я указала только два, но в принципе и стандарт начального общего образования тоже важен. Все три стандарта, они должны быть в совокупности, рассматриваться в совокупности. Разумеется, это федеральный перечень учебников. Примерные основные образовательные программы, о них чуть позже еще скажу. У вас должно быть на закладочках, вот этот госреестр, вот этот портал. Ссылка на него есть здесь, в этом слайде. И самый главный документ учителя, предметника, это положение собственной школы, то есть локальный акт образовательной организации. Потому что все остальное, это в принципе рабочие документы администрации школы. Это заместитель директора и директора. А для учителя самое главное, это локальный акт образовательной организации, потому что программы у нас все-таки примерные. И на основе этих примерных программ и составляются за учебными вашими заместителями директора учебные планы и образовательная программа школы. Не буду очень долго останавливаться именно на таких основных моментах в нормативных документах, но обращу внимание на статью 66 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Вот здесь она в таком схематическом виде представлена. В принципе, самое главное, на что должно быть направлено среднее общее образование, причем даже не привязываясь к отдельным предметам. Это продолжение формирования функциональной грамотности, это очень важно. Это установка на дальнейшее профессиональное развитие, саморазвитие. Что здесь имеется в виду? В частности, подготовка к жизни в обществе и самостоятельному выбору жизненного пути. Если вдруг так получилось, что школьник не смог определиться, обучаясь в старших классах, и даже, например, поступил не в то высшее учебное заведение, в которое хотел, школьник должен понимать, выпускник, взрослый уже молодой человек должен понимать, что в принципе всегда можно пойти по другому пути, найти другой путь, и никакой трагедии нет, даже если, предположим, он потерпел неудачу при прохождении государственной итоговой аттестации. То есть вот это самое главное, именно умение адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, тем ситуациям, с которыми школьник сталкивается. Вот это очень важно. Ну вот почему я об этом говорю, хотя, в принципе, тема наша математика, потому что математика – это та область, которая встречается абсолютно во всех профессиональных областях, какую бы мы ни взяли. Еще буквально несколько слов по распределению учебного времени. Обратите внимание, вот здесь как раз видна динамика в большую сторону времени, которое отводится на часть, формируемую участниками образовательных отношений, то есть именно направленную на индивидуализацию. Смотрите, какое распределение было при реализации начального образования и как это изменилось к реализации среднего образования. Смотрите, то есть в два раза увеличилось вот это время, вот эти 40% – это очень важно. Это одно из самых главных, один из самых главных моментов. О чем здесь нужно помнить? То, что я уже сейчас сказала, когда я говорила о локальных актах образовательной организации. То, что школа, в принципе, самостоятельно в разработке основной образовательной программы. То, что у нас на официальном портале в Госреестр – это примерные программы, и на их основе образовательная организация составляет свою образовательную программу. То есть это и учебный план, и штатное расписание, разумеется, выбор оборудования, соответственно, с тем, что школа может предложить. Учитель на своих уроках и во внеурочной деятельности выбирает всевозможные пути, средства достижения результатов. Что это значит? Очень много вопросов было, когда, например, я в том числе вела вебинар по поводу составления рабочей программы по математике. Приходили письма. Можем ли мы по другое количество часов уделить, например, на прохождение той или иной темы, того или иного раздела математики? Мой ответ всегда однозначен – да, конечно, можете. Особенно в этом учебном году, когда нам просто обязательно необходимо время на вводное повторение в связи с предыдущим, не очень хорошо прошедшим учебным годом. Поэтому, разумеется, учитель может на свое усмотрение, зная тот класс тех детей, которых он обучает, переставить темы, больше выделить на повторение. Может быть, другие какие-то часы выделить и на прохождение, например, контрольных работ. То есть вы сами формируете в том числе и количество контрольных работ. Тех, которые вы проводите свою внутреннюю диагностику, разумеется, не то, что вам не административный контроль и школьный, и диагностические работы органов управления образованием, а именно ваши внутренние контрольные работы самостоятельные, вы это делаете самостоятельно. Руководствовать, разумеется, теми рабочими программами примерными, которые у вас уже есть. В принципе, вы можете делать это сами. А у школьников в идеале было бы хорошо, если бы он уже в конце девятого класса примерно определился бы хотя бы с направлением своего дальнейшего развития. Но вот, конечно, еще лучше, чтобы он в конце одиннадцатого класса уже точно знал, в какой вуз, на какой факультет, на какое направление он хотел бы продолжить свое обучение. Но это не всегда бывает так. Мы с вами знаем из опыта, что очень часто этот выбор обуславливается совсем другими моментами. То есть это и родители, это и друзья. Но хотелось бы, чтобы все-таки это был осознанный выбор именно по способностям и по желанию ученика. Еще раз, опять, о самом главном, на что должно быть направлено изучение именно математики. Мы знаем, что у нас образовательная предметная область математика и информатика в федеральном государственном стандарте обозначена. Поэтому мы рассматриваем это в кублексе. Но это понятно. Информационные технологии, в принципе, у нас пересекаются абсолютно со всеми предметными областями. Но к математике, конечно, относятся наиболее плотно. О чем нужно помнить? Понятно, что это сформированность логического, алгоритмического мышления, это ясно. Но самое главное – это то, что понимать, зачем вообще в принципе изучается математика, как и любой другой предмет в школе, что математика очень тесно связана со всеми областями нашей жизни и с реальными процессами и явлениями. И вот это то, что мы называем функциональной грамотностью, математической грамотностью. На чем я еще хотела остановиться? Вот я уже говорила о примерных основных образовательных программах. Обратите внимание на вот этот портал, на который вы всегда должны обращать внимание. И вот здесь, на этом слайде у вас прямые ссылки на примерную основную образовательную программу среднего общего образования, причем и в формате Word, и в формате PDF. Вы можете их себе скачать. Если вдруг у вас сейчас есть какие-то проблемы, может быть, вы еще не утвердили свою рабочую программу, вообще просто ознакомиться с разделом математики, предметной области математики. Абсолютно все разделы здесь представлены, но это понятно, это официальные программы. И вот я хочу обратить ваше внимание, как представлены здесь планируемые предметные результаты. В математике это представлено лучше, даже чем во всех остальных предметных областях. Смотрите, это единственный предмет, где результаты представлены, результаты освоения представлены в табличной форме. Это крайне удобно. Все четыре формы здесь охвачены, вот именно в этой таблице. И все вот просто предельно понятно и на базовом, и на углубленном уровне. И выпускник научится, и выпускник получит возможность научиться. Все здесь присутствует. Иногда поступают вопросы, то есть в рабочих программах, в структуре рабочей программы, например, каждого отдельного какого-то образовательного учреждения в каком-то локальном акте есть требования к наличию в рабочей программе пояснительной записки и предметных, не просто предметных, а еще и личностных, и мета-предметных результатов. Ну, здесь, в принципе, в тех рабочих программах, которые мы можем предложить, там все это есть, потому что, ну, в некоторых образовательных организациях это требуется. Но вообще нужно помнить о том, что по федеральному государственному образовательному стандарту сейчас, на настоящий момент, по изменениям структуры рабочей программы, она облегчена тем, что там всего три раздела, и в принципе, пояснительная записка там не требуется. И если есть вопрос о том, где брать личностные и мета-предметные результаты, то все это можно взять из примерной программы среднего общего образования. Личностные и мета-предметные результаты не привязаны к каждой конкретной предметной области, они выделены там отдельным блоком. Вы можете оттуда это всегда взять. На основании примерной образовательной программы администрация школы вместе, совместно с руководителем школьных методических объединений создает примерный учебный план. Вот такой специальный документ. И он в каждой школе существует. Поскольку мы говорим с вами о среднем общем образовании, то в примерных программах и в ЭГОСах прописано несколько профилей обучения, обозначены несколько профилей обучения. Они представлены здесь на слайде. Математика, разумеется, изучается на каждом из этих профилей, но нужно обращать внимание на то, что гуманитарный профиль предполагает изучение математики на базовом уровне и один из вариантов универсального. Все остальные профили предполагают углубленное изучение математики. Давайте вот с вами посмотрим, что это означает. Вот мы быстренько пробежимся по слайдам. Технологический профиль. Здесь углубленная информатика, математика. Обратите внимание, физика, разумеется. Посмотрите внимательно на предмет учебного плана, который называется индивидуальный проект. У него тоже бывает очень много вопросов. Предполагается, что вот этот предмет изучается, вот здесь часы представлены за два года обучения, не менее 70 часов. Почему не менее 70 часов? Потому что это отдельный предмет и итоговая аттестация по индивидуальному проекту проводится внутри образовательной организации и отметка вносится в документ о получении среднего общего образования. А для того, чтобы он был внесен в аттестат, в этот документ, нужно, чтобы предмет преподавался не менее 70 часов. Не менее 70 часов. Вот на это обратите внимание, потому что сейчас, я обращу внимание на такой момент, естественно, научный профиль. Вот ранее, до введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, который сейчас у нас начал действовать, иногда вот был такой естественно-научный профиль, где не обязательно математика изучалась на углубленном уровне. У нас же были профили, например, могли быть физико-химические, химико-биологические, например. Вот в химико-биологическом профиле, например, математика изучалась на базовом уровне, потому что на некоторые направления, например, медицинских вузов, математика, не нужен был профильный экзамен по математике на профильном уровне. Сейчас меняются требования. Будьте внимательны, обращайте внимание родителей на это, что на некоторые направления медицинских вузов математика требуется на профильном уровне. Но и даже если не требуется экзамен по профильной математике в медицинских вузах, на первом курсе не просто математика изучается, а высшая математика. И иногда именно то, что дети, не нацеленные на профильное изучение математики, испытывают проблемы, именно уже поступив и увидев, что, в принципе, это немного отличается от того, что они изучали в школе. Поэтому нужно обращать на это внимание и детей, и их родителей в том числе. Социально-экономический профиль. Здесь традиционно математика всегда была на углубленном уровне, потому что на экономические специальности математика требовалась всегда. И универсальный профиль. Я здесь покажу вам несколько профилей. Их четыре представлены. И обращать нужно внимание на то, что это примерные учебные планы, и здесь можно количество часов варьировать. Вот на это нужно обращать внимание. Посмотрите внимательно, какой здесь странный, необычный может быть набор предметов, изучаемых на углубленном уровне. Вот здесь, например, математика, история. Посмотрите, большой достаточно выбор на индивидуализацию. Ну, естественно, потому что универсальный профиль ориентирован на тех школьников, которые еще не вполне определились с дальнейшим выбором профессии. Поэтому здесь вот на предметы курса по выбору уделяется достаточно много часов. Здесь, посмотрите внимательно, вот это то, на что я хотела обратить ваше внимание. Обратите внимание, математика на углубленном уровне, русские литературы на углубленном уровне, вот такое сочетание, биология. И на индивидуальный проект отводится 140 часов. Был вопрос от одного из учителя, мне на почту поступал, почему везде сказано, что 70 часов, а здесь 140. Потому что здесь могут быть разные дети, различные направления проектов, и здесь может преподаваться как отдельный предмет, индивидуальный проект, так и проектирование по каким-то предметным областям, или межпредметный, метапредметный. В принципе, это не обязательно, можно и здесь оставить 70 часов, а остальные часы на индивидуальный план оставить. То есть на усмотрение, по запросу родителей, по запросу учащихся, и по возможностям образовательной организации. Вот здесь тоже в четвертом варианте, тоже 140 часов на индивидуальный проект. И тоже вот такой вот набор предметов, изучаемых на углубленном уровне. Что я хотела сейчас вам этим показать? То, что углубленная математика практически везде. И как это можно обеспечить средствами учебно-методических комплексов, в частности, просвещения. Ну, во-первых, нужно отметить, что все наши учебники предполагают изучение математики и на базовом, и на углубленном уровне. Практически все. Об одном комплексе я сейчас тоже упомяну. Ну, в частности, вот известные учебники и Алимова, и Никольского, и Калягина. И на базовом, и на углубленном уровне можно преподавать. Это бывает иногда удобно, если у вас, например, по индивидуальным планам, если класс разделен на две группы. Одна группа изучается по универсальному профилю, а другая, например, по технологическому. И учебник у вас один, а нужно для универсального профиля, скажем, второго по второй, по-моему, это вариант, давать математику на базовом уровне, а для другого на углубленном. Можно использовать один учебник для этого. Геометрия. Ну, геометрия, несмотря на то, что предполагается и углубленное, и базовое изучение, очень часто я, по крайней мере, с таким сталкивалась, что алгебра дается на углубленном уровне, а геометрии нет. Вот такое разделение происходит. Но вот здесь тоже все, практически все наши учебники предполагают и на углубленном, и на базовом уровне. И есть отдельный учебно-методический комплект. Обратите внимание, это Вернер Карп, математика. Это интегрированный курс 10-11. Это для изучения математики только на базовом уровне. Здесь и алгебра, и геометрия. И, ну, можно его использовать, например, при изучении математики в классах гуманитарного профиля. И хочется отметить, что даже если школьник, а он может это сделать, передумал в 11 классе и решил, что он будет сдавать профильный экзамен по математике, будет сдавать математику на профильном уровне, то, в принципе, этот учебник, я имею в виду учебник Вернер Карпа, позволит с первой частью справиться без проблем и с первыми 12 заданиями профильного ЕГЭ позволит справиться без применения каких-то дополнительных пособий. То есть, в принципе, для поступления в профильное учебное заведение, там, где математика нужна на профильном уровне, иногда этого бывает достаточно. Ну, например, по экономическому профилю, предположим. Гуманитарный профиль. Как я уже сказала, в принципе, все без изменений. Все учебники, представленные на слайде, можно использовать для этого профиля. И профили, предполагающие именно углубленное изучение математики. Вот здесь особое внимание я хотела уделить последнему столбцу вот этой таблицы. Это алгебра авторского коллектива под руководством Михаила Яковлевича Протусевича. Обратите внимание, это только для углубленного изучения математики. Такой серьезный учебник. И геометрия, известный уже вам учебник Александр Вернер-Рыжик. К сожалению, сейчас в настоящий момент в федеральном перечне учебников нет 7-9 класс геометрии, но углубленка 10-11 есть в федеральном перечне учебников. Поэтому, пожалуйста, можно это использовать для изучения математики на углубленном уровне, геометрии на углубленном уровне. Все рабочие программы есть и на сайте издательства просвещения. Их можно скачать. Если есть проблемы со скачиванием, со скачиванием можно писать мне лично на электронную почту, я помогу. Их можно и купить в бумажном виде, если у вас есть такая необходимость, и скачать в электронном виде. Они есть в свободном доступе. Абсолютно все. Именно в этом плане математикам повезло. С 5 по 11 класс все представлено. Обратите внимание на оглавление. Мы сейчас не будем подробно рассматривать эти сборники. Просто посмотрите на оглавление. В этом сборнике есть планирование не только по тем учебникам, которые на настоящий момент есть в федеральном перечне, но и по тем учебникам, которые вышли из федерального перечня, но преподавание по ним еще ведется. Вот на это обратите внимание. Здесь это есть. Вот он, Калмогоровский учебник. Возможно, кто-то по нему еще ведет. Шабунин Прокофьев его тоже пока нет. Это учебное пособие. Но, тем не менее, по нему можно тоже вести преподавание, если вы по нему еще идете. Геометрия тоже самое. Здесь есть Верна Рыжик, базовый углубленный уровень, которого сейчас нет в федеральном перечне. И Александров Верна Рыжик – углубленный уровень, то, что в федеральном перечне есть. И планирование здесь представлено необходимым для вас, для вашего образовательного учреждения, количестве часов. Все, что нужно. Содержание представлено и по базовому, и по углубленному курсу. И даже есть пояснительная записка для тех учителей, где в локальных актах это требуется. Не стоит забывать о том, что у нас по-прежнему реализуется принято концепцией развития математического образования в Российской Федерации. Реализуется она уже достаточно давно. И еще там было указано, что каждому школьнику, каждому учащемуся должна быть представлена возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. То есть независимо на базовом или на углубленном уровне ученик изучает математику, он должен понимать, как ему это пригодится в реальной жизни. Это в наших силах показать это школьникам на конкретных примерах, потому что математика, она просто везде, абсолютно везде. Кроме того, мы должны, тут, конечно, так оригинально написано, обеспечивать необходимое странице число выпускников с хорошей математической подготовкой. Мы знаем, что, в принципе, инженерная подготовка, инженерное направление, технологическое направление, оно сейчас очень популярно, и технические вузы, они ждут выпускников с хорошей математической подготовки. Ну и, разумеется, очень важно предусматривать подготовку учащихся именно в соответствии с их запросами. То есть в соответствии с тем, какую профессию они дальше выбрали. То есть то, что сами школьники для себя планируют. Какие три направления и требований выделяются? Это математика для жизни, то есть это практика ориентированная, математическое образование, это самое главное, самое основное. Это математика для использования в профессии, не связанной с математикой. С математикой очень сложно найти такие профессии сейчас, их практически не существует. Было бы интересно узнать, может быть, мнение школьников и опровергнуть, что, в принципе, может быть, они могут предложить какие-то профессии, не связанные с математикой. Мне кажется, их просто не существует. И творческие направления в математическую область здесь имеется в виду. То есть это наука, это математика, физика, экономика, смежные дисциплины, то есть там, где как раз творчески можно заниматься математикой, вот просто приложение математики. Выделяются два уровня, мы это знаем, базовый, углубленный, и не буду на этом долго останавливаться. В принципе, это тут все понятно. Базовая математика для жизни, и профильная – это математика для профессиональной деятельности. Помимо уроков, понятно, что все мы уже, в принципе, вторая-вторая неделя пошла, мы уже работаем, преподаем, учебник мы уже выбрали, чем подкрепить нашу часть, формируемую участниками образовательных отношений. То есть как осуществлять именно профильное обучение. Очень большое количество пособий, которые постоянно пополняются. И здесь, на этом слайде, здесь прямая ссылка на сборник примерных рабочих программ. По всем профилям обучения вы можете их скачать. Вот прямо с этого слайда, когда себе презентацию сохраните. И обратите внимание на те профили, где математика изучается на углубленном уровне. Я вот это вынесла на слайд. И здесь еще не все, конечно, что можно использовать, потому что постоянно пополняется вот эта коллекция. Отдельное внимание хочется уделить, но долго я об этом, конечно, говорить не буду. У нас есть специалист в области индивидуального проекта. Я сейчас об этом скажу. Я уже говорила, что появился новый отдельный предмет, индивидуальный проект. Касается он абсолютно всех учителей-предметников, даже тех предметов, которые, возможно, не изучаются в 10-11 классе. Например, проект по технологии вполне может быть выполнен и защищен учащимся. Это может быть социальный проект. Но примерные направления здесь представлены. Примерные направления. Хочу это тоже подчеркнуть. Выполняется он по выбору образовательной организации по вашему локальному акту. Либо один год, либо два года. Очень многие образовательные организации приняли решение разгрузить 11-ти классников. И индивидуальный проект все 70 часов, два часа в неделю преподается в 10-м классе. И ученик защищает индивидуальный проект или учебное исследование в 10-м классе. И эта отметка идет уже в аттестат. А можно, в принципе, это сделать в течение двух лет в рамках того учебного времени, которое у вас есть. У нас есть пособие, которое обеспечит ведение предмета, индивидуальный проект. Не привязан никакой предметной области, а показывает именно, как работать над проектом. Вот уже по этому учебному пособию, используя ту тему, которую ученик выбрал, можно вести работу уже по отдельным проектам. Здесь модульное изучение. Обратите внимание, от замысла проекта до защиты проекта. Обратите, здесь есть абсолютно все. Вплоть до того, как правильно ее представить. И наиболее подробно об этом говорит мой коллега Олег Андреевич Литвинов. И вот мы представляем вам единый облачный кабинет с материалами, который постоянно пополняется. На своих вебинарах Олег Андреевич поурочно рассматривает, что на каждом уроке можно рассмотреть, как вести этот предмет с рабочими программами, с примерами проектов, с темами проектов. Все материалы пополняются ежемесячно. В том числе вот в папочке «Темы проектов» появляются примерные проекты по всем предметным областям. И по математике вот буквально сегодня я ему дала вот такие темы проектов, для того, чтобы он их поместил в свое облачное хранилище, в общее облачное хранилище. Заглянем, посмотрим, рассмотрим одно из пособий, непосредственно касающиеся математики, математического направления, а именно математическое моделирование. Это курс. Мы знаем, что в рамках учебного времени можно обратить на это внимание, вот уделить этому время. Очень хорошее пособие. И здесь вот все те темы, которые знакомы нам, наверное, нам, учителя математики, с времен студенчества. Ну, тут здесь транспортные задачи, помните вы их или нет. Я помню, что это было очень интересно. У меня даже была курсовая работа именно по решению транспортных задач. Вот здесь они есть, встречаются. На очень простом таком уровне, поскольку это с 10 класса, можно вести 35 часов, то есть один год, можно и 70 часов, два года, или в рамках одного года, два часа. Тематическое планирование есть. И, как я уже сказала, вы можете скачать рабочую программу целиком вот по этому курсу. Обратите внимание на темы. Вот здесь и транспортная задача, и задачи экономической направленности, и применение компьютерных технологий, это очень интересно. Но поскольку в 10 классе это может быть, мы можем начать это преподавание в 10 классе, то, в принципе, материала, формирование сформированного математического аппарата 8-9 класса хватит для того, чтобы заниматься математическим моделированием. Ну, конечно, здесь желательно, конечно, при помощи учителя информатики, если вы ведете в том числе информатику, математику и информатику, то, конечно, здесь вообще у вас никаких проблем не будет. Но даже если и нет, здесь все очень подробно описано. Вот рассмотрим такой пример. Вот вы владелец небольшого ресторана, у вас 90 посадочных мест, есть цена за бизнес-ланч, то есть комплексный обед, бывает 70 посетителей в день, а если мы снизим цену за бизнес-ланч, то увеличится количество посетителей, вот до 80. Есть переменные издержки, есть фиксированные издержки, то есть это электроэнергия, зарплата персоналу, все здесь подробно описано. Здесь есть допущение в тексте задачи, что зависимость между ценой обеда и числом посетителей выражается в линейной функции. В жизни это происходит не так, но поскольку нам нужен пример, который иллюстрирует применение математики в конкретной ситуации, в конкретной профессиональной сфере, то здесь производится такое допущение. Вопрос следующий, при какой цене бизнес-ланча можно получить ежедневную максимальную прибыль, то есть чистый доход. Эта задача здесь подробно объясняется. Вот обратите внимание, дается функция, которая показывает зависимость дохода от количества проданных обедов и цены обеда. Вот обратите внимание, все пока достаточно просто. В тексте мы подчеркиваем то, что нам необходимо. Выбираем из текста, вот он, читательская грамотность, смысловое чтение, функциональная грамотность, ничего никуда не девается. Подчеркивается, поясняется, как можно рассчитать прибыль. Еще раз фиксируется, каковы здесь в данной конкретной ситуации фиксированные и переменные издержки. Вводится дополнительное обозначение для издержек, записывается выражение по тексту задачи. Здесь у нас все дано, вот оно и 90 рублей, и 80 рублей, все известно. Далее выражается зависимость цены от количества. Как я уже сказала, допускается, что она линейная. Это стандартная формула. Те, кто, может быть, имеет отношение к экономике, хотя чаще всего у нас, конечно, предмет экономику относит к общественным дисциплинам, и очень часто подобного рода задачи рассматриваются либо в рамках предмета общества знаний, или, может быть, есть отдельный курс экономика и права вашей образовательной организации. Но мне кажется, вот это так тесно связано с математикой, и что вполне математик может вести предмет экономика. Ну вот, посмотрите, это вот стандартная формула. Такая вот, если вы даже посмотрите в интернете, она там есть. То есть, это ничего нового здесь нет. По условию задачи составляется система линейных уравнений, решается, и найденные коэффициенты подставляются именно в функцию спроса. Смотрите, вот коэффициенты заменяем конкретными числами. Все очень просто, все достаточно просто. Еще раз напоминается, как рассчитывается прибыль, разность между доходом и суммированными издержками, суммированными расходами и издержками. И как раз можно, в принципе, задавать этот вопрос школьникам. Я думаю, что школьник, любой школьник, сам, исходя из жизненного опыта какого-то своего, или просто из того, что, наверное, знает, как это происходит, или, может быть, догадывается, в принципе, на вопрос, как можно рассчитать прибыль. Любой школьник может дать свой вариант ответа, и он, скорее всего, будет правильным. Понятно, что это разность между доходом и расходом. Функции прибыли. Смотрите, то есть, опять вводим обозначение, подставляем те значения, которые уже найдены. Получаем квадратичную функцию. Мы находим любым способом, здесь квадратичная функция, графиком является парабола ветви, которые направлены вниз, потому что коэффициент перед х квадратом отрицательный. И, соответственно, максимум будет находиться в вершине параболы. То есть мы находим именно оптимальное количество гостей ресторана. Вполне хватит знаний математики на уровне восьмого класса для того, чтобы вот пока, для того, чтобы вот потихонечку распутывать вот это задание и подходить к ответу на вопрос, поставленный в задаче. Посмотрите, вот мы нашли оптимальное количество гостей ресторана. После этого мы находим оптимальную цену обеда. Получили, что это 340 рублей. И смотрим, какая будет максимальная прибыль вот от проведения вот этой акции бизнес-ланч при таком количестве гостей, то есть при 65 человек вот в день. Исходя из того, что в месяц 21 рабочий день, мы получаем вот такую чистую прибыль от продажи бизнес-ланча. Достаточно интересная задача. Ну, конечно, на ее решение может уйти, наверное, все 40 минут. Но есть задачи и для самостоятельного решения в том числе. Можно это рассматривать и в группах, и в парах. В группах даже интереснее, когда разные, например, как можно, например, сэкономить время на решении задачи, можно, в принципе, разные задачи поставить перед членами группы. Смотрите внимательно, какие задания предлагаются для самостоятельного решения. Помимо конкретных практикоориентированных заданий, здесь есть задания предварительного, скажем так, пропедевтического характера для того, чтобы приступить к выполнению заданий из следующей темы. То есть мы повторим решение уравнения с тремя неизвестными, работу с координатной плоскостью для того, чтобы решать следующие задачи, которые здесь рассматриваются в этом пособии. То есть мы несколько задач решаем, работая по этому пособию. И математику подтягиваем, и заодно показываем практическое применение вот этих алгебраических знаний. Юлия, если вы не смогли скачать сборник рабочих программ, вы мне напишите на почту, я вам помогу, подскажу либо ссылку рабочую дам, подскажу, где ее найти, либо, если не получится, я вам тогда рабочую программу пришлю, какую именно вам нужно, потому что их несколько. Еще на два пособия я хотела бы обратить внимание как раз для профильного изучения математики, причем не только на углубленном, но и на базовом уровне. Это сборники, универсальные сборники, задач по алгебре, началам анализа и по геометрии. Здесь это можно использовать и на уроках математики, причем очень хорошо использовать на уроках, и униурочные деятельности, в том числе при подготовке государственной итоговой аттестации. Ну, почему государственная итоговая аттестация? Обратите внимание, пожалуйста, на фамилию авторов. Это Ященко, Шестаков, это как раз те люди, которые составляют задания к экзамену и базовому, и профильному по математике. Несколько минут у нас с вами есть, мы заглянем внутрь каждого сборника. Здесь же, обратите внимание, внутри сборников ответов нет, специально для того, чтобы школьник, у школьника не было соблазна заглянуть в ответ и посмотреть, или просто, скажем, им воспользоваться. А ответы даны отдельно, и вот здесь, в принципе, есть прямая ссылка на скачивание ответов. Вот здесь геометрия, а дальше будет и на скачивание ответов к алгебре. Просто возьмете и скачаете. Обратите внимание, очень много задач здесь на планиметрию, которые в 10-11 классе не изучаются, или изучаются маленькое, небольшое количество часов. В учебниках не очень много задач, в учебниках геометрии для 10-11 класса именно по планиметрии, а повторить ее необходимо, потому что в ЕГЭ по геометрии входят достаточно серьезные задачи, планиметрические задачи даже серьезнее, чем по стереометрии. Поэтому вот это очень необходимо. Почему я говорю, что можно его использовать и на базовом уровне, и на углубленном? Потому что задачи здесь от простого к сложному. Некоторые задания здесь можно просто использовать для устной работы. Обратите внимание, просто как здесь построено. Вот здесь вот, даже вот А3, прям устно можно все посчитать за минуты. Есть задания более сложного уровня, то есть здесь три уровня А, В и С. И здесь я как раз хотела продемонстрировать, чтобы вы имели представление о количестве задач. Вот, например, в уровне С здесь 18 задач представлено. И некоторые задачи, они даже сложнее, чем те, которые представлены в экзаменационных работах. Ну, у нас есть школьники, которые принимают участие в Олимпиадах. На это тоже эти сборники рассчитаны, в том числе и во Всероссийской Олимпиаде школьников. То есть это может быть полезно и для этого, тем более, что Иван Валерьевич Ященко теперь занимается и Всероссийской Олимпиадой школьников в том числе. Обратите на это внимание. И алгебра, и начало математического анализа, здесь, конечно, мелковато, потому что больше здесь, разумеется, тем, потому что у нас и заданий в экзамене больше по алгебре, и часов на алгебру выделяется больше. Ну, абсолютно все здесь рассмотрено, в том числе и материал, который изучался и в девятом классе, в восьмом-девятом классе в том числе. Обратите внимание, вот тоже мы взяли тригенетические функции, это материал десятого класса и одиннадцатого, по-разному представлены эти темы, и тоже от простого к сложному. То есть что-то можно сделать устно, просто воспользовавшись картинкой, а где-то нужны все-таки какие-то уже решения. Вот некоторые задания здесь довольно сложные представлены. Точно так же на несколько слайдов назад была ссылка для скачивания ответов к этому сборнику. Решений нет, конечно же, но ответы присутствуют. Но это, в принципе, традиционные задания, я думаю, вы с ними уже сталкивались. Предлагаю тоже вашему вниманию те вебинары, которые я уже проводила по похожим темам. Обратите внимание, были проведены в прошлом году, в конце прошлого учебного года онлайн-уроки, где я разбирала несколько заданий из профильного ЕГЭ по математике. ЕГЭ по математике. В 2021 году структура ЕГЭ, формат ЕГЭ не поменялся. Обратите внимание на материалы портала Федерального института педагогических измерений. Там уже выложены проекты, демо-вариантов и ОГЭ, и ЕГЭ. ЕГЭ не поменялся, а вот структура ОГЭ, если кто-то обратил из вас внимание, поменялась. У меня в октябре будет вебинар именно по изменениям ОГЭ. Подробно мы рассмотрим с вами. И продолжать будем подготовку к ЕГЭ именно на профильном уровне, то есть разбор задач отдельных, конкретных. Сейчас у нас был больше обзорный разговор, а в октябре планируется именно по конкретным заданиям, в том числе и 19-е задание я еще не успела разобрать в прошлом учебном году. Ну, это в плане. Я думаю, что это будет интересно. 14, ну, то есть все задачи мы рассмотрим. Вторую часть я имею в виду, ну, потому что, ну, первую часть, это будет отдельный вебинар уже по всей части, потому что, ну, на мой взгляд, я думаю, что здесь особо много времени на это, моего времени можно на это не уделять, потому что я думаю, что первая часть все-таки это не так сложно. Ну, хотя, конечно, я это тоже планирую рассмотреть задание первой части. Если будет у вас желание получить презентацию по тому или иному вебинару, если вас что-то заинтересует, вы можете обращаться ко мне по любым вопросам, не только по вопросам скачивания презентации, по любым вопросам. Вы можете обращаться по адресу электронной почты либо в директ, в Инстаграм мне писать. Александр, очень хороший вопрос, и я, конечно, на эту тему практически на каждом вебинаре говорю. И даже просто отдельным вопросом это разбирала по поводу изобилия пособий, что глаза разбегаются. Дело в том, что мы все люди разные, и каждый из нас выбирает то пособие, по которому нам удобнее работать. С одной стороны, конечно, да, такое разнообразие иногда ставит в тупик. С другой стороны, это дает нам выбор того пособия, которое нам больше нравится. То есть это альтернатива. И я думаю, что с разных точек зрения можно рассматривать этот вопрос. Вы можете ознакомиться с каждым из этих пособий, и мы даем вам такую возможность. И выбрать то, которое вам наиболее близко. Конечно, я бы обращала внимание больше всего на те пособия, где универсальные задания рассмотрены. Рассмотрены, может быть, даже не по вариантам, а вот конкретные темы рассмотрены, и тематические сборники. Я думаю, что они наиболее полезны не только для подготовки к ЕГЭ, но и для прохождения каких-то проблемных тем. Большое спасибо, Карина. Большое спасибо, Наталья. Спасибо всем слушателям. Сейчас вопросов я здесь не вижу. Я думаю, что если они у вас возникнут, вы сможете задать их в любой момент. Приглашаю на мои будущие вебинары, не только на мои, мои коллеги с удовольствием помогают вам в вашей профессиональной деятельности. Хотелось бы, чтобы вы, может быть, на почту присылали те проблемные вопросы, которые вас интересуют. Это мне тоже будет полезно для того, чтобы я тематику вебинаров тоже выстраивала на дальнейшие месяцы. А сейчас я хочу с вами попрощаться, пожелать вам удачной, плодотворной работы в этом учебном году. Не болейте. И хороших учеников. Всего доброго.